Перед началом ролика хочу вам порекомендовать канал iFilms. Он посвящен сериалам и фильмам, поэтому скорее всего вам понравится. Там вы найдете обзоры как на популярные, так и не очень работы мировой киноиндустрии. Вот например один из последних роликов посвящен очень странным делам. Можете сравнить наше мнение по данному сериалу. Автор канала iFilms профессиональный киновед-кинокритик, выпускник в гик и преподаватель. А это говорит о том, что он не глуп и разбирается о чем говорит, и обзоры будут достойными. В общем ссылка на канал будет в описании, переходите и подписывайтесь. Валар Маргулис, друзья. Совсем недавно Netflix выпустили тизер будущего сериала Ведьмак. И так как мне нравится вселенная Ведьмака, и его называют наследником Игры Престолов, не сделать по нему видео было бы преступлением. Да и сам тизер скорее выглядит как трейлер, ведь продолжительность у него почти 2 минуты. Это означает, что кадров нам показали немало, и основой на них можно уже делать предположение о будущем сериале. В начале мы видим скорее всего как Геральт идет к рыночной площади Блавикина, где ему вскоре предстоит столкнуться с Ренфри, и он получит свое прозвище Мясник из Блавикина. Описываются данные события в рассказе Меньшее Зло. На фоне в этот момент мы слышим голос мужчины, который говорит, «Я помню как слышал историю о ведьмаках, правдивы ли они?». Скорее всего это говорит Стригобор, маг, один из виновников возникшего конфликта в Блавикине. Также чуть дальше в тизере можно заметить все те же кадры из схватки в Блавикине, только на этот раз Геральт использует один из ведьмачьих знаков. В конце ролика можно услышать фразу Геральта, «Не важно что ты выберешь, твои руки все равно будут по локоть в крови». Это мораль, которую вынес Геральт из своего приключения в Блавикине, после которого он решил, что предпочитает не выбирать между злом и меньшим злом. Между кадрами из Блавикина появляется фрагмент, на котором мы видим, как Геральт с кем-то дерется. Судя по тому, что у него потемневшие глаза, и его оппонент на ближних кадрах не похож на обычного человека, можем предположить, что это сцена из рассказа «Ведьмак», в котором Геральту предстоит встретиться со Стригой, которая жила в старом замке короля Фольтеста. На кадрах как раз отчетливо видно, что помещение, в котором идет бой, заброшенное. Чуть дальше в тизере еще есть кадры, вероятные из этого же сражения, если судить по внешней обстановке. На одном из кадров появляется Трис Мерригальт. Она говорит Геральту, в этом и заключается твоя жизнь, в чудовищах и деньгах, на что она отвечает ей, что большего ему и не нужно, но она говорит, что там его что-то поджидает. Эта сцена довольно расплывчатая, чего-то подобного в книгах не было. Трис появляется как полноценный персонаж только в третьей книге, а сериал снимают в основном по первой, то есть можно предположить, что персонаж Трис и ее роль будут изменены. Судя с их разговора, эта сцена происходит где-то в начале, где мы знакомимся с сутью ведьмаков и Геральта, об их укладе жизни. Также этот разговор наталкивает на мысли, что Трис и Геральт в данный момент уже довольно хорошо знакомы, что также отличается от источника. Как видим, судя по всему, персонаж Трис претерпит довольно-таки большие изменения, как в истории взаимоотношений с Геральтом, так и во внешнем виде. Хорошо это или плохо, пока тяжело сказать. В оригинале Трис должна иметь более светлые, каштановые, ближе к рыжему волосы и быть моложе. Но как видим, этот образ по какой-то причине не понравился создателям. В данной сцене Геральт ранен и перевязан. Возможно, это последствия его сражения со Стрыгой, которые нам показали чуть ранее. Хотя в книгах она ранила его в шею. Суть их разговора заключается, конечно же, в предназначении Цири и его роли в её жизни, о которой пока Геральт не знает. Но откуда об этом может знать Трис, непонятно. Или же, возможно, она просто подбадривает его, не подразумевая никакой задней мысли. Также в тизере показали события из рассказа «Вопрос цены», в котором, собственно, Геральт и связал свою жизнь с девочкой Цири. На кадрах видно, как Геральт сражается с Центрийской Стражей плечом к плечу с Дани, также известным как Ёж из Эрленвальда. Интересно, что Netflix показали эту сцену в тизере и открыли, как выглядит Ёж в проклятом виде. Нападение Стражей на Дани провоцирует извержение неконтролируемой магии Уповетты, его возлюбленной и матери Цири. Это нам также показали в тизере. Затем идут кадры разговора Мышевура и Геральта, в котором Мышевур, друид с островов Скельге, говорит ведьмаку, что ребенок будет необычным. Геральт потребовал у Дани за свою помощь его дитя, и о нем как раз говорит Мышевур. Чуть дальше в тизере мы видим еще один разговор между Геральтом и Мышевуром. Последний говорит Геральту, что он не может отвернуться от судьбы только потому, что она его пугает. Она настигнет его. Речь все еще идет об обещанном ребенке. Одежда у них не изменилась, а значит обе фразы Мышевура являются частью одного разговора. Все это происходит в прошлом, и затем мы переносимся на некоторое время вперед, когда ребенок подрос. Скорее всего в сериале проходит чуть больше времени, чем в книгах, так как актриса, играющая роль Цири, выглядит старше 10-11 лет, а именно столько и было, когда на ее королевство нападает империя Нильфгарда. На одном из кадров мы видим прием устроенной бабушкой Цири королевой Каланте. Это происходит в центре, что можно понять по соответствующему гербу. По центре стоят королева Каланте, ее муж Эйст и собственно сама Цири. Непонятно, кто именно преклонил колено. Кстати, странно, что у Каланте черный цвет волос. Он у нее должен быть, как и у Цири, пепельного цвета. Следуя временной хронологии, после идут уже кадры с нападения Нильфгарда. Соответствуя первоисточнику, королева Каланте сама возглавила защиту, но, к сожалению, город пал, а сама Каланта была смертельно ранена. На смертном одре Каланта говорит девочке найти Геральта из Ривии. Цири говорит, что не сможет это сделать без нее, но в итоге все же она покидает город и пускается в бега. В книгах перед нападением Нильфгарда Цири убегает и оказывается в Бракелоне, древнем лесу, населенном Дриадами. Именно там она впервые знакомится с Геральтом. Могу предположить, что для упрощения сюжета, этого побега не будет, и она окажется в Бракелоне уже после нападения Нильфгарда Цири. Бракелон, а в особенности то, как выглядят Дриады, вызывает очень противоречивое впечатление. Они все вооружены копьями, что немного странно, ведь в книгах они были лучницами. В открытый бой они не стремились вступать. Возможно, создателям показалось, что с копьями они будут смотреться лучше. И, наверное, самое бросающееся в глаза, это цвет кожи Дриад. Как видим, они все смуглые, а некоторые даже темнокожие, что противоречит общепринятым представлениям фанатов о них зеленоватым оттенком кожи. В книгах не говорится о цвете кожи Дриад, но упоминается, что внешне они схожи с альфийками, а у альфов кожа светлая. Устоявшийся же образ зеленой кожи идет от серии игр по Ведьмаку, которая не является каноном. Если говорить откровенно, то учитывая все косвенные намеки на внешность Дриад, они вряд ли должны иметь темный цвет кожи. Но учитывая давление современного западного общества на создателей сериалов и фильмов, можно понять, почему внешность Дриад так сильно отличается от игровой версии. Хотя в некоторых случаях они придерживались именно игровой интерпретации. Геральт бы сказала, что создатели выбрали меньшее зло. Да, лучше вообще не выбирать, но в таком случае мы не увидели бы сериал, а это было бы плохо. По итогу о линии Дриад можно сказать, что внесенные изменения не придают аутентичности сериальному миру Ведьмака. Но если сюжетная составляющая и игра актеров будут на высоте, это отличие от оригинала можно простить. Продолжим разбирать линию Цири. На одном из фрагментов мы видим, как она находится где-то в пустыне. Сначала можно предположить, что это пустыня Карат, в которой Цири перенесется из острова Танет. Но скорее всего это не так. Данные события происходят аж в четвертой книге, «Час прозрения», а события сериала описывают лишь первую. Лорен Хистридж, шоураннер сериала, в одном из интервью подтвердила, что данная сцена в пустыне – это что-то новое, ведь до части из книг еще слишком рано. Также Лорен Хистридж рассказала, что в сериале будет много внимания уделенной персонажу Йеннифер и раскрытии ее истории, что нам и показали в тизере. В книгах нет подробного описания становления Йеннифер как той, кем мы ее знаем, но в сериале нам это покажут в виде многочисленных флэшбэков с ее прошлым. Йеннифер изначально была не наделена прекрасной внешностью и была горбуней, но впоследствии она исправила все недостатки с помощью магии. На кадрах из тизера мы видим, как Тисая Деврие, ректор Аретузы Школы Магии для Чародеек, успокаивает, скорее всего, только прибывшую ученицу. Далее, скорее всего, уже начинаются занятия, где Тисая рассказывает адепткам о природе магии. Она говорит фразу «Хаос – опаснейшая вещь в мире, а неконтролируемый хаос способен даже убить». Также далее нам показали и другие кадры из занятий, где Тисая демонстрирует возможности магии. И также присутствует другая ученица – Сабрина Глевисинг, которая будет соперницей и подругой для Йеннифер. Нам показали и саму Аретузу Школу Магии, она находится на острове Танет. Только прибывшая в Академию Йеннифер узнает от Истрада, как люди научились колдовать. Он рассказывает, что эльфы были первыми чародеями на континенте. Когда там появились люди и чудовища, эльфы научили людей превращать хаос в магию, и затем люди начали их истреблять. Истрад в книгах выглядел совсем иначе, да и ничего не было сказано о том, что он участвовал в обучении Йеннифер. Его персонаж, скорее всего, будет сильно отличаться от книжного. Но вот судя по влюбленному взгляду Йеннифер, что останется неизменным, и в сериале, как и в книгах, у них будет роман. Йеннифер очень тревожит ее внешность, и нам покажут ее переживания. Но далее Тисая мотивирует ее к изучению магических искусств тем, что она сможет изменить себя и обретет могущество. Йеннифер, вообрази самую могущественную женщину в мире. Хватит ли у тебя сил? Позже, скорее всего, нам показали болезненный процесс изменения внешности чародейки и ее перерождение в привычный образ. Лорен Хистрич объяснила свой выбор актрисы на роль Йеннифер, которая многим показала слишком молодой для этой роли. Ей, кстати, всего лишь 23. Так как шоураннер захотела показать нам становление Йеннифер во флэшбеках, нам нужно было увидеть ее еще молодой. А молодой внешний вид Йеннифера в современном временном отрезке легко объясняется применением магии. Возможно, сериальная Йеннифер пожелала выглядеть именно на такой возраст. На одном из кадров Тисая выпускает молнии. Непонятно, это один из уроков или какая-то необходимость. В конце тизера нам показали красивую сцену появления чудовища и ведьмака, выпившего эликсиры и приготовившегося его сразить. Предполагается, что именно с этой сцены начнется первая серия. Существо, которое показано, это Кикимора. Они описываются как паукообразные особи, живущие в болотах, обычно колониями. С его трупом Геральт прибывает в Блавикин, где и начнутся события, кадры из которых нам показали в тизере. Если я не ошибаюсь, то уделил внимание всем основным кадрам. Если что-то упустил или ошибся, то поправьте меня в комментариях. Книги читал сравнительно давно и, возможно, есть неточности. Очень тяжело пройти мимо внешнего вида Геральта. Он сильно отличается от своего книжного прототипа. Ведь там он описывается как высокий, худощавый и стройный, с перехваченными на лбу кожаной повязкой волосами и желтыми глазами с вертикальными зрачками. К сожалению, скорее всего, авторы сериала стали заложниками образа Геральта из третьей части игры и решили оставить его узнаваемым общественности. Даже доспехи оставили игровые. В общем, от Геральта осталось больше позитивное впечатление. Да, он совсем не каноничный, но в принципе, его образ приятен глазу. Лишь с мысцами Генри Кавилл перестарался. Даже у игрового Геральта их было меньше. Но зато, как и в книгах, ведьмак носит за спиной лишь один меч. Серебряный, скорее всего, будет на плотве. Ну и, конечно, наверное, все заметили ведьмачий медальон, который выглядит совсем не так, как в играх. В книгах он описывается, как круглый медальон на серебряной цепочке, на котором изображена ощетинившаяся волчья голова. Ну и под конец хочется сказать несколько слов об общем впечатлении от трейлера и о негативе, витающем вокруг будущего сериала. Ведьмак, даже будучи только на начальном этапе съемок, смог вызвать бурю эмоций у людей, ожидающих этот сериал. Эта вселенная имеет огромную базу преданных фанатов. И это можно считать как плюсом для будущего сериала, так и минусом. Ведь у каждого из фанатов есть свои ожидания. И когда эти ожидания не совпадают с действительностью, человек начинает чувствовать разочарование и переходит из сектора болельщиков в сектор хейтеров. Это нормально, если тебе что-то не нравится. Но чувство несбывшихся ожиданий заставляет некоторых людей только то и делать, что сообщать везде свое недовольство. При этом замалчивая все плюсы, что выглядит не совсем здорово. С выходом тизера к Ведьмаку сложилась именно такая ситуация. Многие старые поклонники мира Ведьмака обрушились с критикой будущего сериала. Ведь отрицать некоторые минусы и отклонение от оригинала будет глупо. Тизер, являющийся оперативом к будущему сериалу, зашел отлично. Лично мне захотелось еще. Атмосфера темного средневековья, знакомый, но в то же время и такой чужой сюжет. Любимые герои и снято все на довольно хорошем уровне. Не чувствуется дешевизны. Лично я был приятно удивлен. Ведь ожидания были довольно низки. Одним из главных упреков создателям сериала от фанатов является неканоничная внешность некоторых героев. Я и сам отношусь к тем, кто хотел бы больше каноничности. Но к сожалению, мы не всегда получаем то, что хотим. Авторы сериала тоже творческие люди и видят картинку по-своему. Им стоит довериться и дать шанс. Ведь например в той же игре Престолов, множество сериальных образов отличаются от книжных. Но несмотря на это, мы полюбили и приняли каждого персонажа. Как я уже говорил, книжный образ Геральта очень отличается от того, как он выглядит в третьей части игры. Но это уже мало кого волнует. Я веду к тому, что главное не то, как будет выглядеть персонаж, а как его сыграет актер и как он будет вписываться в общее повествование. А показанное в тизере намекает на то, что все должно быть хорошо и сериал будет очень даже неплохим. И на этом оптимистичном моменте, наверное, стоит закончить обзор тизера. Делите своим мнением обведенным в комментариях. Как говорится, одна голова хорошо, а многое еще лучше. Также, если у вас есть желание, можете поддержать меня на патреоне. Выражаю благодарность Ленару Хуснулину, Гайде, Тимофею Большеву, Давиду Гору, Ренщи, Ивану Печерице, Касатину Лоссу, Курноса Настёне, Алексею Потапову, Виктору Викториону, Ярославу Админу и Саурану Ахмеджанову. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!